Всем привет! Сегодня вас ждет очередной обзор китайского автомобиля и на этот раз новинка российского рынка, первый седан от компании Chery, Chery Ariza 8. Комплектация Ultimate, это средняя, есть Prestige, соответственно, далее идет Ultimate и, на данный момент, по крайней мере, топовая Ultimate SE. Передний привод 186, если не ошибаюсь, лошадных сил и 8,9 секунды до сотни разгон, роботизированная коробка 7-ступенчатая. Ну, в общем-то, нормальный представитель D-сегмента. И я, как человек, который достаточно много времени сейчас провел в Армении, недавно вернулся в Москву и скоро опять въеду в Армению, потом опять вернусь в Москву, могу сказать так, когда я высадился в аэропорту и меня встретил такси, и, соответственно, я поехал в сторону дома, я был удивлен, как много китайских автомобилей стало на наших дорогах. То есть их и так было, в принципе, немало в последнее время, но за эти полтора года рынок насытился китайцами очень-очень сильно. Они заполонили такси, заполонили каршеринги, да и просто дороги. Причем видно, что обычные рядовые покупатели прониклись этими автомобилями. Прониклись, скорее всего, тем, что китайцы, в первую очередь, научились давать одну очень важную, но, казалось бы, простую вещь, по крайней мере, для российского потребителя – это много автомобилей за адекватные деньги. Если вы посмотрите на немцев, они самые скупые, то есть там за какую-то вполне себе весомую сумму ты получаешь хороший действительно автомобиль, особенно по технической части, но такой пустой, что иногда без слез не взглянешь. А даже дорогие комплектации могут все равно отличиться отсутствием круговых камер, вентиляции, там какого-нибудь люка и так далее. Потом смотришь на японцев, там чуточку ситуация лучше, смотришь на корейцев, там уже заметно лучше, ну а китайцы просто поражают. Когда ты смотришь на какой-нибудь кроссовер или там седан китайский, который сейчас представлен на российском рынке, и видишь там опции, которых нет в «семерке» BMW, допустим, где удаешься, действительно. Поэтому, возвращаясь к нашему Аризо, автомобиль, который метит в конкуренты Camry, Optima и некоторым другим представителям данного сегмента, определенно должен быть нашей аудитории интересен. И не только таксистам, и не только каршерингам, но и даже просто рядовым покупателям, то, что это большой семейный седан, который в потенциале должен вам много всего дать за адекватные деньги. Адекватные деньги на 2023 год, а точнее и на август тоже 2023 года, это 3,5 миллиона рублей. Плюс-минус такой порядок цены за данный автомобиль. И если бы не было в нашем рынке черри-тиго всех мастей, если бы они, в принципе, в моем понимании не завоевали его, потому что очень много этих автомобилей на дорогах, я бы предположил, что к седану от черри отнеслись бы прохладно, как, собственно, раньше и относились, потому что разные китайские автопроизводители пробовали свои силы в легковом сегменте. Но Россия традиционно любит кроссоверы, поэтому кроссоверы зашли, и уже после того, как кроссоверы завоевали, можно сказать, свою некоторую долю рынка, можно, в принципе, попробовать и закинуть сюда седаны, потому что в условиях текущего российского рынка наблюдается определенный дефицит автомобилей, иных сегментов, не только кроссоверов. И вот сегодня с вами посмотрим на седан. Черри, Ариза 8, модификация 290T, комплектация, как и сказал, Ultimate, достаточно симпатичный автомобиль, чтобы вам было понятно, что он из себя представляет по габаритам. Он длиннее на, по-моему, 3-4 сантиметра, чем трешка BMW, но при этом короче, более чем десяток сантиметров в сравнении с Camry, то есть некий такой середнячок. Я немного прокатился, ну, как немного, километров 40-50, и определенные свои выводы по технической части сделал, постараюсь, наверное, поделиться ближе к второй половине ролика, ближе к концу. Сейчас, как и всегда, пройдемся по внешности. Передняя часть. Здесь явно читаются некоторые, не столько заимствования, сколько желание взять какие-то интересные черты у некоторых разных автопроизводителей, и в первую очередь, особенно благодаря белому цвету, кто-то может здесь рисовать передок Camry. Что-то похожее, да, прослеживается. Я лично, глядя на вот такой ракурс, больше наблюдаю, ну, во-первых, что-то Volkswagen Audi, да, вот есть похожее на Audi, здесь черты. Вот эта плашка, проходящая через фару, но не до конца, она немножко отсылает к современной тенденции, к тренду двухэтажных фар, но все-таки мы понимаем, что фара одноэтажная, и это для многих будет скорее плюсом. Противотуманки, тоже с таким вот выворотом, как мне кажется, некая японско-корейская черта в этом присутствует, но все-таки можно согласиться, что в целом передок самобытен. Вот так издали увидишь, но и вряд ли ты спутаешь его с Camry или с Optima, все равно будет понятно, что это какой-то другой автомобиль, а далее уже зависит от ваших познаний, насколько вы знакомы с современным автомиром на российском рынке. Камера переднего обзора, здесь круговой обзор, радиатор, ничем не защищен, но благо вот эти соты, они, ну, не настолько, по крайней мере, массивные, хотя я традиционно посоветовал бы поставить защитную сетку. Черные глянцевые элементы, хотя они, наверное, нет, не черные, ну, они серые, серый металлик. Фары, LED-технологи, соответственно, светодиодные, премиум вижн, можно надеяться, что здесь всевозможные адаптивные функции также присутствуют. Ну, равно как и противотуманки, имеют линзованные блоки, и, очевидно, должны также хорошо освещать дорогу. Очевидно, потому что, если бы китайцы, если бы мы смотрели на китайский автомобиль пятилетней давности, то там, да, в плане технологий все-таки это был такой третий рынок, я не знаю, как еще это назвать, но явно не то, что происходит сейчас. Сейчас, когда зайдешь в какой-нибудь автосалон, где представлены китайцы, особенно электрические китайцы, всякие Зикры, Аватры, там, Вои и так далее, и просто смотришь на эти автомобили и понимаешь, что космос, есть ощущение, что BMW и Mercedes должны бы посмотреть на эти автомобили и начинать уже догонять их. И по этой причине я не сильно сомневаюсь, что здесь с технологиями, по крайней мере, вот такими, с опциональными технологиями, все в порядке, просто потому что это сейчас уже делают китайцы. Они умеют делать не просто нормально, а действительно хорошо, а где-то даже отлично. Идем дальше. Колеса, размерность здесь 25-45-18, одноширокие спереди и сзади, что хорошо в вопросах чувствительности к колее, то есть машина не должна быть чувствительной к колее. Естественно, резина не рамплет, тормозные механизмы обычно, ничего из себя не представляет, просто обычные тормоза, и забегая вперед скажу, что и тормозят они тоже по-обычному. Ни хорошо, ни плохо, ровно так, как ты ожидаешь вот такого середнячкового автомобиля, я имею в виду, скорее, сегмент. Небольшой дисклеймер обязательно надо сделать, то, что кто на моем канале, возможно, впервые и зашел посмотреть именно на Ариза, вы должны знать, что я человек, который 10 лет продавал немецкий премиум, в частности, BMW, который ездит на BMW либо Mini, да, то есть, опять же, можно сказать, немецкий премиум, и который преимущественно взаимодействует с премиальным сегментом, поэтому, когда я обозреваю не премиальный автомобиль, а масс-маркет, это масс-маркет, то, естественно, я смотрю на него с высоты премиум-сегмента. Если бы обозревал эту машину человек, который обозревает всегда Жигули, там, не знаю, и вот именно низший сегмент, а тут ему дали Ариза 8, он бы, возможно, совсем по-другому оценивал все те же самые качества, которые мы здесь наблюдаем. Ну и, собственно, за саму машину, кстати, надо сказать спасибо, за возможность ее опробовать как на ходу, так и снять для вас обзор, рассказать о ней. Надо сказать спасибо автоспеццентру в Дубровке. Респект за то, что доверяете мне ваши автомобили. Надеюсь, что это не последняя машина, которую я смогу опробовать, потому что у них там много всего интересного, причем такого, что интересно моей аудитории. В частности, вот мой телеграм-аккаунт, кто не знает, подпишитесь, asatur.price, туда я размещаю автомобили на продажу. И когда я размещаю туда корейские автомобили, к ним аудитория абсолютно холодна. Hyundai, Kia, вообще вот просто по барабану, Genesis. Но стоит мне разместить что-то китайское, сразу появляется интерес. И вот из последних наблюдений, Джили Манджаро, прям народ расхватывает эти машины. Или Li L9, Лисян, или как он там говорится, L9, точно так же. Выложил одну машину, сразу посыпались запросы, а машина уже в резерве. Вот, поэтому я не удивлюсь, если к этой машине будет там интерес определенный проявлен. Напоминаю, подписывайтесь в телеграм-аккаунт asatur.price. Что еще? Здесь небольшая плашка с названием модели. Видимо, стараются маркетологи максимально вас приучить к этому автомобилю. Зеркала стоят на отдельной шпильке. Ножки с пластиковыми элементами серебристого цвета. Сам корпус зеркала белый металлик, так же, как и сам автомобиль. Цвет красивый, с блестками такими яркими. Повторители поворотников, камеры бокового обзора. Обрамление окон. Хром, центральные стойки, глянец. Ну, то есть, вполне себе такое премиальное решение. Потому что масс-маркет часто любит обходиться просто матовым пластиком. Здесь же нет. Лобовое стекло с функцией подогрева. Нити подогрева, я думаю, что вам прекрасно видны. Также видим здесь камеру, отвечающую за какие-либо ассистенты. И, к примеру, предупреждение столкновения здесь присутствует. Которое уже меня предупреждало, что надо бы аккуратнее поездить. Панорамная крыша со сдвижной секцией люка, передняя часть, открывается. И это именно панорама, а не люк. То есть, она доходит до, ну, примерно, 2-3 задней части салона. Что тоже отдельный респект. Бесключевой доступ. Вот сенсоры видны. Закрылось. Зеркало сложило. И поднесли руку. Машина открылась. Довольчиков, конечно же, здесь не будет. Как бы того ни хотелось. По задним колесам тоже все понятно. Тормозные механизмы оранжевого цвета. Передние тоже, да, были оранжевого цвета. И, кстати, диски. Красивый дизайн. Двухцветное исполнение. Если бы это был BMW, я бы сказал, бикалор. Но, в принципе, можно и здесь сказать. Стараются сделать красиво. Реально стараются сделать аккуратно. И, в целом, машина-то тоже вполне пропорциональна. Раньше попадались китайские автомобили, которые были с каких-то ракурсов симпатичными. Но, когда ты смотришь на картину в целом, ну, видно, что это какой-то гадкий утенок, на который натянули некую внешнюю красивую оболочку. Сейчас же уже появляется определенная качественная пропорциональность. Ну, это переднеприводный автомобиль, поэтому все вполне ожидаемо. Горловина бензобака находится с правой стороны. Минимально 92-й, но и выше. Наш рынок, то, что нужно. Заднее стекло очень покатое. Плавно перетекает крыша в заднее стекло и далее в крышку багажника. За счет чего можно предположить, что здесь должна быть неплохая аэродинамика. Но, при этом, крышка слегка вздернута, чтобы догружать заднююость на высоких скоростях. И машина не скакала, не прыгала. Раз уж стал проскакать и прыгать, про подвеску скажу. Подвеска мне показалась довольно комфортной. Для 18-х колес довольно комфортная подвеска, которая немножко допускает легкую волнистость. Если дорога не ровная, она слегка покачивается. Но это скорее как проявление комфорта, нежели расхлябанности. Фонари задние. Выглядит интересно. Реально интересно. Над ними заморочились. Проходит через всю заднюю часть, то есть единый фонарь. Отсюда мы имеем некие отсылки к моделям Audi. И в частности с этого ракурса можно, ну не то чтобы спутать, но по крайней мере замешкаться и предположить, что они Audi A7 ли перед нами. Потому что вот наклон крышки багажника, стекла, фонари похожи. А вот нижняя часть, уже можно было бы сказать, они BMW, какая-нибудь M8 перед нами. Потому что 4 патрубка выхлопной системы. По бокам светоотражатели в треугольниках с такими выемками чисто BMW. Но патрубки, конечно, мы понимаем, что вот это скорее не патрубки, а подстаканники. Красивые, серебристой окантовкой. Но труба здесь только... Нет, две, кстати, на удивление. Раз и два. Две трубы. Но не стали тратиться на то, чтобы вывезти их сюда. Поэтому визуально все неплохо. Функционально, конечно, чуть-чуть упрощено. Но кто мы, чтобы ругать китайцев, когда уже и Mercedes, и Audi давно шалят с такими вещами. Надпись Cherry на крышке багажника. Под ней камера заднего вида. Выше плавник антенны системы навигации, радио и так далее. Да и, в общем-то, по внешности автомобиля это все. Согласитесь вы со мной или нет? Но, опять же, отталкиваясь от ценника, от сегмента, от сегодняшних реалий рынка, мне кажется, что машина выглядит вполне себе привлекательной. Нет чего-то, что явно бы от нее отталкивало или пришлось бы воротить нос. Поэтому, если вы покупаете себе в семью такую машину, как мне кажется, она будет смотреться вполне себе достойно. И не будет ощущения, что это какой-то просто дешевый китаец. Нет, вот даже некий налет, легкий налет премиума здесь присутствует. Давайте перезнакомиться с интерьером. Бесключевой доступ срабатывает быстро. То есть, я не успеваю толком руку поднести, все, я слышу, как замки уже отщелкнулись. Дверь открывается на большой угол и видим интерьер, который также где-то что-то у кого-то, может быть, цитирует, но сейчас трудно не цитирует, потому что практически у всех планшеты. Планшеты. Привет, BMW, привет, Mercedes и так далее. У всех вот эти единые планшеты. К ним еще вернемся. Отделка дверей. Визуально много на что можно обратить внимание. То есть, если не премиум, то, по крайней мере, очень такой продвинутый масс-маркет, конечно, здесь реализован. Верхняя часть дверей. Мягкий, податливый пластик, который за счет настоящих нитей и прострочек смотрится, словно это кожзамотделка и добавляет дороговизны интерьеру. Центральная секция кожзам, опять же, с небольшим таким тисненным как бы рисунком. Далее плашка с псевдодеревянной вставкой. То есть, это просто пластик. Крашеный, но, опять же, визуально красиво. Динамики аудиосистемы уже с металлической сеткой. Вот тут дорого, хорошо. Причем аудиосистема Sony. Внизу тоже с динамики, но они уже в пластике. Регулировки кресел, наклон спинки. Наклон, точнее, высота кресла. Но, к сожалению, без наклона подушки. То есть, сама подушка по углу не наклоняется. И продольная регулировка вперед-назад тоже присутствует. Плюс поясничная поддержка. Вверх-вниз, вперед-назад. Вполне себе неплохо. Три положения памяти сидений. Ручка открытия двери, рукоятка достаточно крупная, ухватистая и удобная. И два варианта, как можно прикрыть дверь. Либо схватиться за вот этот бортик небольшой, либо, собственно, за само углубление. Стеклоподъемники с металлизированными накладками и обрамлением. Управление зеркалами, складывание зеркал, блокировка задних стекол. То есть, в целом, функционал весь необходимый присутствует. Реализовано более чем приемлемо. Низ дверей. Жесткий пластик, что ожидаемо для этого сегмента. Потому что даже в примялке, часто низ, двери оказываются просто твердым пластиком. Есть небольшое углубление под бутыльники. Далее, педальный узел с подвесной педалью газа. Тоже ничего нового. И здесь, судя по всему, крышка, за которой прячутся некие, видимо, по картинке ароматизаторы. Вот можно туда установить ароматизаторы, и в машине будет приятно звучать это все. Какой-то необычный то ли динамик, то ли что здесь находится еще и под рулевой колонкой. Очень интересное решение. Кресло. В рамках поездки, хоть и недолго, но все же, кресло у меня вопросов не возникло. В принципе, вроде как довольно удобное. Отделка кожзамом. Он у нас черного цвета. Красивый рисунок. Перфорация и функция вентиляции присутствуют. Поддержка бедра, поддержка ребер. То есть, в целом, неплохая боковая поддержка, хотя достаточно мягкая, податливая. То есть, это не прям спортсиденье. Перфорация на спинке. Надпись, насколько я понимаю, Ариза. И подголовники. Мягкие, достаточно неплохие. С такой вот формовкой, чтобы вашу голову тоже удерживали. Креслом вопросов нет. Низ торпеды. Жесткий пластик. То же самое с этой стороны. Средняя часть вот этой линии уже курзам. Выглядит приятно, на ощупь приятно. Все податливое, мягкое. Класс. Дефлекторы через весь салон также проходят. Вновь некая относительно модная история. Потому что уже эта мода, как мне кажется, слегка проходит. Но пока она присутствует. Плюс здесь такой небольшой светящийся рисунок с жирафами. Не знаю, почему именно жирафы. Может, Ариза как-то переводится как жираф. Интерьерная планка. Вот то самое перетекание дверных панелей торпеда находится за экранами. Чем-то напоминает рестайлинговый X7. Там похожим образом тоже дерево заходит за экраны. Не дерево, само собой. Но визуально выглядит красиво. Огромный планшет. Он раздельный. То есть это два экрана, которые, как правило, по 12 дюймов. Здесь комбинация приборов. Здесь мультимедиа-система. Запускается двигатель нажатием, естественно, тормоза и кнопки Start, Engine Start, Stop. Которая... Экономичный режим. Которая очень часто почему-то у китайцев словно позаимствована из автомобиля Mercedes-Benz. Ну, ругать, не ругать. Я не вижу смысла за это ругать. Просто, скорее, такая некая особенность. Комбинация приборов. Вполне себе аккуратная, симпатичная. На фоне BMW, вот это важно отметить, на фоне BMW, не такая контрастная. Этим многие шалят. И не только даже масс-сегмент, но и премиалка. Но в целом, во время движения у меня каких-то больших проблем к считыванию информации не возникало. Есть несколько обложек. Вот можно карту вывести, можно убрать карту, можно листать информацию здесь по центру комбинации приборов. В целом, приборка отлично читается. Все необходимые информации перед глазами присутствуют. Скорость, расходы, обороты, запас хода, общий пробег, текущая передача, работа ассистентов, открытые двери, радиостанция, время, температура и так далее. То есть, все, что вы должны знать, у вас здесь перед глазами имеется. Левее расположился ряд кнопок, которые отвечают за некую там подсветку, освещение и громкость голосовых оповещений. Правее, соответственно, мультимедийка. Причем имеются и карты. Не знаю, правда, Google карты это или нет, но достаточно подробные. Можно карту вывести, как говорил, сюда. И в целом, пользоваться ими точно можно. Причем они еще и оповещают о наличии камер, о скоростном режиме, можно это все настроить. Надо разбираться, но, тем не менее, не так уж и сложно. Что еще? Мультимедиа. Радио. FM, AM. Далее. Телефон. Можно подключить по Bluetooth. Цифровой видеорегистратор. Не подключен. Нужен Wi-Fi ему для чего там, чтобы подключиться. Подключение Wi-Fi. Ой, ну ладно. А вот, пожалуйста, заработал. Здесь он установлен за лобовым стеклом, чтобы быть всегда чистым. И, пожалуйста, может записывать картинку. Карта памяти отсутствует, поэтому не может записывать картинку. Локальные настройки. Bluetooth. Wi-Fi. Звук. Голос. Вот этот товарищ, он, конечно, очень назойливый. Я его сразу подключал, потому что я сел в машину, ничего не успел сделать. В этом все болтает, 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 болтает. То есть, это некий голосовой помощник. Но, конечно, китайцы бегут вперед. И, может быть, у них китайцы все отлично работает. А на других рынках, скорее всего, это работает постольку поскольку. Поэтому я его выключил сразу. Подсветки. Можно подсветку поярче сделать. Системные настройки. Настройки зоны приема звука. Азия стоит. Если не Азия, ЕС. Ну, пусть будет ЕС, допустим. И разные тут режимы, настройки, давление, литры на километры и прочее, прочее. Кроме этого, есть настройки транспортного средства. Тут можно настраивать, допустим, освещение, задержка фар, умная помощь при дальнем свете. Ну, то есть, автоматический дальний, судя по всему. И корректор фар. Далее, внутри машины. Можно запрограммировать клавишу избранного на нужную вам функцию. Бесправдная зарядка включить-выплючить. Вот у нас здесь площадка имеется. Причем она вентилируется, что ли, судя по этим отверстиям. Привязка памяти сиденья с ключом. Положение сиденья зеркала заднего вида. Легкий вход-выход сиденья. Ну, то есть, руль, видимо, отъезжает. Нет, не отъезжает. Он имеет механическую регулировку. Я в этот момент забыл. Значит, по креслу. Ну, и всевозможные. Там автозапутевание, приветствие ароматом, освежать и так далее. Кузов. Разблокировка и блокировка смарт-ключом. Привязанный свет. Автоблокировка. Отдельная деблокировка замка водительской двери. Ну, то есть, чтобы сначала дверь водителя открывалась, а потом только остальные двери. Советы по защите. Управление дверью багажника смарт-ключом и так далее. Ну, и последнее. Это интеллектуальное вождение. Предупреждение об открытии двери. О приближении сзади. Мониторинг слегковых зон. Вот это можно включить. Предупреждение о столкновении спереди. Режим стоит стандартный. Выключено дальний-близкий. Я бы поставил близкий. Асет. Асет. Что это? Асет. Ну, вот он картинку показывает. То есть, видимо, активно... А, предупреждение о столкновении. Все, понял. Предупреждение о выезде с полосы. Можно настроить либо только звуковой режим, либо только вибрационный режим, либо режим звук плюс вибрация. Я бы лучше поставил только вибрационный режим. Сигнал о превышении скорости устанавливается. Напоминание об усталости за рулем. Боковое экстренное торможение при движении задним ходом. Двигаетесь, даете назад. Кто-то сбоку подъезжает, вот чтобы машина сама ударила по тормозам. Предупреждение о сходе с полосы. Включение ассистента движения по полосе. Интеллектуальное уклонение. Напоминание о выходе из режима интеллектуального пилотирования. Автопилот здесь как бы присутствует. Вот он. А, видите, автопилот. Не просто круиз. Напоминание о сходе. Много всего, однако, в плане ассистентов. Инструкция, картинки, видео, Apple CarPlay. Обращаю внимание, это важно, потому что немногие из китайцев могут предложить вам CarPlay и Android Auto. Обычно у них там свои какие-то системы, в которых черт ногу сломит и не разберешься. Здесь же CarPlay и Android Auto. Обновление ПО. Панорама 360 градусов. Прикрываем дверь. И, кстати, вот именно за этот выступ мне было комфортно прикрыть дверь. Вот, пожалуйста. Смотрим по камерам. Что здесь можно сделать? Вид сверху. Так, фронт. Переключаемся. Как тут переключаться? Интересно. Вот есть 3D-картинка. Можем поворачивать. Любой удобный нам ракурс. Колеса поворачивать вслед за рулем. Пожалуйста. Это у нас вид спереди. И вид сзади. Что эти буковки, значит? F, B. Ну, не субважно. Окей. Разные режимы отображения информации присутствуют. Настройки. Анимация. Есть некоторая анимация. Активация AVM от поворота света. Активация AVM от угла поворота. Автоувеличение при просмотре. Инструкция при открытии двери. Траектория автомобиля. Дисплей парковочного радара. Прозрачность кузова. Да. Ну-ка, настроим прозрачность кузова. Как я у нас... Вот. Пока ничего не происходит. Но, видимо, для этого нам нужно чуть-чуть подвигаться. И сейчас мы это проверим. Потому что он, скорее всего, запоминает, что под автомобилем... Мне кажется, это должно быть именно так. Да. Вот, посмотрите. Он запоминает. И все. Машинка у нас стала в моменте прозрачной. Вот. Если вам плохо было видно. Очень интересное решение. Которое помогает понять, действительно, что у вас там под автомобилем. И даже... Вот сбоку сейчас он когда показывал. Машина была прозрачна. Вот просто посмотрите. Прикольно. Реально. Вот такие вещи. Почему BMW так не сделал? Почему Mercedes так не сделал? Круто же? Круто. Я даже не знал. Ну, окей. С мультимедикой понятно. И, в принципе, я говорю, что видно, что достаточно хорошие контрастные дисплеи. Хотя, опять же, могли бы быть еще глубже, темнее. Климат. Климат. Вот так климат. Да. Вот, пожалуйста. Управление климатом. Можете либо здесь, на панели, поменять температуру. Но тут она общую температуру регулирует. Авторежим, рециркуляция, выключение климата, кондиционер, обдув лобового стекла, обогрев заднего стекла и обороты работы климатической установки. На экране же можно либо вот так пальцем подергать температуру, либо понажимать. По одному градусу она регулируется без половинок. Синхронизация, автор, рециркуляция, выключение, кондиционер, обогрев лобового, электрообогрев лобового, ароматизация и ионизация. Вот это все настраивается. Присуем тут разные цифры показывают. Три, лучшие, там шесть, что-то он пишет, видимо оценивает качество отдыха, уж не знаю. Отдельный пункт для сидений. Либо обогрев настраивается всех четырех кресел, либо вентиляция. Трехпозиционная. Мне хватило даже первого уровня вентиляции и потом, в принципе, я его выключил. Не особо люблю в целом функцию вентиляции. Ну и напоследок хочется посмотреть, какие варианты освещения салона у нас присутствуют. Это тоже важно в современном автомобиле. Много цветов, однако. Вот, смотрите. Переключает. Должно быть видно вам. Вполне себе. Вполне себе. Ну пусть будет какой-нибудь зеленый, вроде достаточно яркий. Разные. Вот есть ритм музыки, режим вождения. Пусть будет ритм музыки. Он как-то, видимо, там моргает, переливается, как музыка. Да. Ладно. Вернемся в наш бесконечный режим или что-то у нас было монохромное. Вот. И зелененький стоит. И это что такое? Свет. Первый ряд, задний ряд. То есть можно включить, выключить, как я понимаю. Хорошо. Все понятно. Рулевое колесо. Красивая роль. Каких-то явных вопросов к нему нет. Опять же, возвращаясь к тому, что это масса-сегмента. Хорошая, приятная кожа. Спортивные приливы присутствуют. Швы не впиваются в руки, потому что есть автомобили, даже не китайских производителей, где не очень приятно это все организовано. Подушка. Пластик, но симпатичный с надписью «Черри». Опять же, интересный шрифт. Спица. Третья. Черный глянец с серебристым пластиком. Обравление кнопок. Опять же, серебристый пластик. И глянцевые черные большие кнопки. Управление круизом. Автопилот. Лимит. Собственно, дистанция до впередущего автомобиля. И регулировка экрана, информации, выводимой на этот экран и прочего. Радио показывает. Справа управление мультимедиа системой. Обогрев руля. Все, что нужно, присутствует. Под рулевые лепестки. И рычажки. Понятное дело, поворотники. Причем, ключевые поворотники активируются камеры. И на рычажке поворотников расположено управление светом. Вот разные режимы. И, собственно, противотуманки. Опять же, передний и задний. То есть, весь свет вынесен на этот рычажок. Сам рычажок выполнен достаточно симпатичным образом. И некоторым премиальным автомобилем. Привет, BMW. Допустим, есть чему поучиться. Ну, хотя бы в плане визуала. Смотрится солиднее, чем просто какой-нибудь обычный пластик матовый. Руль. Да. Имеет регулировку как по вылету, так и по высоте. Но, честно скажу, мне немножко показалось маловато диапазон регулировок. Я бы все-таки позволил руль опустить ниже по возможности. Хотя во время движения все не так уж и плохо. И ты к этому быстро привыкаешь. Опять же, я-то отталкиваюсь от BMW. Да, от примялки. А там даже в BMW есть. На самом деле, я не раз ругал там некоторые модели BMW, где недостаточно. Я лично для себя мог опустить руль вниз. Может, это конкретно моя придирка. Поэтому тут каждый должен сам попробовать и принять свое решение. В том числе, записавшись на тест-драйв конкретно этого автомобиля. Торпеда. Податливый пластик, опять же, с прострочкой. Здесь, внизу, видим USB-разъем. USB Type-C. Два разъема для зарядки. И интересное решение. Крючок. Просто крючок, который выдерживает, судя по надписи, до 3 кг. Площадка зарядки и просто площадка для чего-либо, включая телефон. Затем подстаканники. Два подстаканника. Ключ сюда можно положить. И еще одна площадка под какую-либо мелочевку, либо в том числе под телефон. Коробка передач, напоминаю, роботизированная, управляется посредством джойстика. На себя потянули драйв, либо в ручной режим. От себя до упора. Сейчас мы проверим. От себя. Задняя передача. Все. И камера, соответственно, активировалась. Паркинг нажатием кнопки P задействуется. Ручной тормоз. Автохолл, то есть автоматическое удержание автомобиля на тормозах после того, как вы остановились. И в конце управление аудиосистемой. Громкость, выключение звука. Вокруг нее расположены разные клавиши. Режим движения, камеры круговые. Ну, теперь мы знаем, что такое AVM, да. Настройки автомобиля и, видимо, навигация. Центральная консоль, она выполнена в виде парящей панели. То есть, вот если сейчас я дверь открою, смогу вам показать. Видите, она парит. Поэтому под ней довольно большая ниша, куда можно положить сумку, барсетку, что угодно. Телефон на зарядку, потому что есть 12-вольтовая розетка. То есть, тоже в этом плане молодцы. Очень неплохо все организовали с точки зрения чего-либо вот места хранения. Плюс подлокотник тоже довольно вместительный. Моя сумка без проблем там помещается. Глубокий подлокотник на зависть многим немецким автомобилям. Выше. Аккуратное зеркало заднего вида. Чем-то напоминает то ли Volvo, то ли Audi. Без черного пластика по кругу. А вот именно такой полупрозрачный, как стекло. Плафона освещения сенсорные? Нет. Нет, видимо, нет. Вот нажимаем кнопочку, загорается. И далее два регулятора. Один из них позволяет открыть шторку панорамной крыши. А второй непосредственно открыть сам люк. Вот. Полностью причем открывается. Проверяем на сколько. Ну, практически на всю, вот на весь размер люка. Это примерно сантиметров, я думаю, сантиметров 30-35. Очень неплохо. Шторка вот в том числе открывается до задней части салона. Ну, раз уже говорили про заднюю часть салона, оценим, что происходит здесь. Дверь открывается на большой угол, вопросов нет. Материалы отделки. Уже грубоватый пластик. И просрочка, хоть и нитями, но по грубому пластику, наверное, выглядит не так уж и круто. Ну, ладно, окей. Центральная часть мягкий курзан. Ручки такие же, вставки и даже динамики тоже металл. Стеклоподъемники. Эти приливы, опять же, напоминают чем-то автомобили, по-моему, Genesis. Там похожий дизайн был. Правда, верхняя часть курза, ниже уже просто жесткая пластмасса, жесткий пластик, динамиковая система Sony. И подстаканники, подбутыльники. Задний диван отформован под двоих пассажиров, это заметно. Как по подушке, так и по спинке. Подголовники. Большие, мягкие. И центральный подлокотник тоже достаточно крупный. Обычно его делают неким таким урезанным вариантом. Есть подлокотник с подстаканниками. Мягкий подлокотник. Крепление изофикс. Вот они открываются. Можно кресло туда, соответственно, защелкнуть, установить. Сами кресла имеют перфорацию, но вентиляции, конечно, здесь не будет. Только обогрев, что тоже неплохо для нашего климата. Дефлекторы климатической установки без какой-либо дополнительной регулировки. То есть ни трех, ни четырех зонный климат. И один, правда, всего лишь USB-разъем. Вот здесь немножко пожадничали. Китайцы все-таки обычно довольно щедры на такие вещи. Но вот тут, к сожалению, только один USB-разъем. Зато они пожадничали в плане отделки кресел. Все мягкое. Есть кармашки для ваших гаджетов. Вот это очень прикольное решение. Мне нравится, что об этом хотя бы кто-то стал думать. И дополнительно большой карман, допустим, для планшета. Центральный тоннель возвышается сантиметров на шесть. Благодаря чему, в целом, даже среднему пассажиру должно быть комфортно здесь находиться. Но при этом, с точки зрения запаса, среднее место, оно не под взрослого человека, а скорее под подростка. Либо, наверное, подходит для каких-то кратковременных поездок втроем, тремя взрослыми. Да, если мы об этом говорим. Панорама. Вот та самая панорама. Да, в целом, наверное, доходит до середины задней части салона. Добавляет немного света, уюта, да и премиальности этому автомобилю. С точки зрения запаса, давайте прикинем. Во-первых, что мне понравилось и спереди, и сзади. По локтям довольно широко. Машина на вас не давит. Нет ощущения, что это какой-то узенький автомобиль. Нет. Широкий, просторный, хорошее остекление, крючок. Ремень, кстати, регулируется по высоте. Потолочные ручки и плафонное освещение индивидуальное. Вот они. Третье окошко. По ногам. Рост 175 сантиметров. Сижу сам за собой. Перед коленями кулак с утянутым пальцем вообще без проблем. Еще и вперед-назад ходит. Для ступней места вполне достаточно. Я люблю сесть пониже. Это самое нижнее положение. Если подняться выше, места будет еще больше. Наклон спинки комфортный. То есть, именно вот угол наклона спинки такой, что я здесь вполне себе могу представить долгую поездку. Не на одну сотню, а то и тысячу километров. И мне при моих габаритах будет более чем удобно. Над головой запас места порядка 5-6 сантиметров. Опять же, вспоминаем рост 175 сантиметров. Из чего делаем вывод, что машина подходит для среднестатистического пассажира. А значит, эксплуатация где-нибудь в такси, в том числе, этой машине, как мне кажется, вполне себе подойдет. Тем более, что есть один очень и очень крутой и важный фактор, которым не может похвастаться ни один немецкий автомобиль, по крайней мере, за бесплатно. 7 лет гарантии, либо 200 тысяч километров. Вот, если кто-то смотрел мои давние ролики про анализ рынка, где-то года полтора назад, полтора-два назад, когда я рассказывал про то, что китайцы завоюют российский рынок при тех условиях, что сейчас с ним происходит, я говорил, что основная проблема китайцев заключается в том, что к ним пока не сформировалось доверие в вопросах их надежности. И даже если они реально окажутся где-то ненадежны, покупатель должен быть в этом автомобиле уверен, что в случае чего он обратится в сервис и ему его отремонтируют. И когда гарантия была 2-3 года, ну, понятное дело, что первый покупатель может приобрести машину, но когда он ее будет продавать через 3 года без гарантии, скорее всего, интерес к ним будет слабый, а значит, ликвидность на вторичке будет низкая, а из-за того, что ликвидность на китайцев на вторичке низкая, их изначально покупать будут хуже. И, возможно, кто-то это понял, кто-то, может, услышал, кто-то прислушался или сам осознал, кто отвечает за китайские автомобили, но у них пошли хорошие гарантии. 3 года, 5 лет и даже 7 лет. И вот здесь 7 лет, либо 200 тысяч. Купив эту машину, откатав на ней 3-4 года, ты ее будешь продавать, и у нее еще будет 3 года гарантии или 4 года гарантии. И следующий покупатель, купив его, все равно будет понимать, что он, скорее всего, будет продавать еще гарантийную машину. А значит, продавать эту машину будет легче, а значит, спрос на нее выше, ликвидность выше, и изначально автомобиль, приобретая его, уже этого момента можете не бояться. Крутое решение, как мне кажется. Багажник. Багажник можно чуть-чуть поругать, потому что проем не такой большой, особенно в горизонтальной плоскости, он мог бы быть поглубже, но тут дизайнеры, видимо, взяли свое и сказали, что нет, нужно сделать красивый силуэт. Окей, поэтому в большей части багаж придется как бы просовывать вглубь. Но сам по себе багажник приличного объема. Спинки не складываются, к сожалению, насколько я вижу. Да? Да, вроде не складываются. Динамики аудиосистемы вот здесь расположены. В подполье имеется докатка и небольшие ниши. Вот аварийка здесь находится, к примеру. Кстати, докатка или полноразмерное колесо? 225-45-18, да нет, полноразмерное колесо на литом диске. То есть это не докатка, это вот полноценный еще один, еще одно колесо в случае чего. По бокам некие сеточки, либо там находится сабвуфер, либо он там мог бы находиться. Каких-то крючков или чего-то органайзеров, к сожалению, здесь я не вижу. Поэтому с точки зрения удобства пользования багажником, да, и ручки не вижу никакой, за которую можно было бы схватиться и закрыть. Вот эти моменты, над ними, конечно, еще надо будет поработать. То есть китайцы очень круто работают и стараются. Прямо семимильными шагами они бегут, но при этом есть еще то, за что можно их немножко пожурить, чем я, собственно, и только что занимался. Но так быстро они развиваются, что уже через год, скорее всего, мне просто сказать будет нечего. А вот сейчас есть что сказать. Капота не помешает газовый упор, и, к сожалению, вот этого здесь тоже нет. Это, опять же, добавляет некого дискомфорта в пользование автомобилем. Поэтому, если ваш дилер может дооснастить машину газовым упором, однозначно дооснащайте. Я, кстати, не понимаю, где вот здесь... А, вот она. Вот тут находится ножка, которую можно опустить и поставить вот этот проем, и, собственно, капот будет держаться. Сам капот имеет шумоизоляцию. Двигатель 1.6T GDI поперечно расположен. Далее к нему пристыкован там робот. Ну и все это приводит в движение передние колеса. Здесь же видим и аккумулятор, и всевозможные горловины жидкостей. Плюс горловина омывающей жидкости. Она здесь расположена удобно. К ней вопросов никаких не возникает. И, в общем-то, все. Капот тяжелый, стальной, не алюминий. Что, в принципе, и хорошо, и плохо. Алюминий легче, машина будет легче. Поэтому алюминий сам по себе дороже. Когда машина имеет много алюминиевых элементов, то она и сама выходит в итоге дороже. Поэтому даже среди моделей BMW, особенно там 5-10 лет назад, младшие модели имели больше стальных элементов, нежели алюминиевых. Сейчас уже многие модели BMW в большей степени выполнены из алюминия. Резюмируем. Cherry Ariza 8. Неплохой седан сегмента D. Как и сказал, что-то в промежутке между трешкой BMW и Toyota Camry по габаритам, я имею в виду. Но при этом по простору сзади превосходящий трешку BMW, потому что колесная база большая. Здесь передний свет, с ней такой крупный. С неплохим по объему багажником, но, может быть, не самым удобным с точки зрения пользования. С удобным вторым рядом. К нему вообще не докопаться. С точки зрения пространства, над головой, перед ногами, вообще везде. По бокам. Второй ряд отличный. Первый ряд тоже. Удобные сиденья, красивый, удобный руль. Немного не хватает диапазона регулировок, но, тем не менее, это вопрос, скорее, небольшой привычки. Много автомобилей, которые этим страдают, даже при мялке. Поэтому простить, я думаю, что можно. Зато есть обогревы всех четырех кресел, обогрев руля, лобового, вентиляции сидений. Неплохая, кстати, аудиосистема, всевозможные ассистенты, панорамная крыша, адаптивные фары. И, в целом, неплохой по настройке, по технической части, неплохой шасси. Неидеальная абсолютно, но для этого сегмента комфортная подвеска, неплохая рулежка, слегка резиновый руль в плане обратной связи, но, тем не менее, довольно удобный и легкий при повседневной эксплуатации. Хорошая динамика для этого двигателя, для его мощности. Неплохая работа роботизированной коробки передач, которая, по крайней мере, не пугала какими-либо жесткими приключениями, делала все плавно. Но в моменте трогания, как и любой другой робот, вот есть ощущение, что это как будто бы кто-то механику за тебя включает. Легкая, но присутствует. Будет здесь восьмиступенчатый какой-нибудь классический автомат, вообще цены бы не было просто. А уж будет полный привод, ракета. Тем не менее, как мне кажется, как я сейчас чувствую современный рынок, за эти деньги машина имеет неплохие шансы завоевать сердца покупателей, семейных в большей части покупателей альтернатив в виде Camry, Optima и прочих Sonat. Кому не нужен кроссовер, или, может быть, не хватает денег на кроссовер, это чаще всего тоже причина посмотреть в сторону седанов, потому что вы получаете много машины за меньшие деньги. И также неплохое оснащение, кстати, напоминаю про круговые камеры. Да, в общем-то, так. Больше мне добавить нечего. Я, как и в очередной раз, приятно удивлен китайцам в поправке на его стоимость. Если бы он стоил 10 миллионов, я бы его здесь ругал просто без остановки. Но за 3,5 миллиона, как мне кажется, сейчас-то отличное предложение. Поэтому, если вы хотите все это прочувствовать самостоятельно, однозначно записывайтесь на тест-драйв. Вот, даже на боку написано приглашение на тест-драйв. Автоспеццентр, Дубровка. Контакты в интернете вы всегда, если что, найдете. Понравился обзор, понравился автомобиль, не забудьте поставить лайк. Спасибо всем за просмотр. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok